добрый день дамы и господа у нас сегодня супер новинка 2018 года она есть только у нас это кондиционер daikin серии ftxp серия называется комфора комфора или комфора комфорка комфорт комфорт комфортно до слова комфорт это премиально уже это самый низ премиального сегмента это в красота это если в txb самый недорогой вариант да и есть ftxs это премиальный дорогой дайкин так скажем это среднее что-то между ними давайте так скажем спасибо представительству дайкин то что нам доверили самый первый обзор в россии снять по этой серии большое спасибо не продается мы на самом деле самый самый первый впервые его увидим и очень вскрывали мы сейчас прям при вас будем скрывать коробку мы очень получили час назад да да мы его сейчас реально вживую не видели да андрей привет спасибо большое поэтому для тех кто не знает что дайкин то премиал к не будем останавливаться на бренде то что это премиал к очень много патентов очень много тенденций в сфере климата и данная серия это серия между серии ftxb и ftxs сейчас попытаемся разобраться в чем разница чем лучше чем ftxb для тех кто-то например на сразу можно сказать сколько стоит пока непонятно пока еще не было цены нам представиться сказали но мы думаем что это должно быть где-то в районе 70 там 70 с ним так сами прикинули да это поэтому потому что ftxs ftxs будет 90 в районе 90-95 5 ftxb 40 20 если 20 модель 42 около 40 42 800 а это скорее всего где-то переходный вариант между ними ну а коробки вкратце даймы как видим это уже идет стандартный если вы их тэксб идет коробка полностью черного цвета с черными написями печать 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 да то уже ftxb и все выше дайкина они идут уже с такой синей полосой миша своеобразный дизайн незначим это обусловлено может быть именно таким высшей линейкой как бы это может быть не для этого делает а молча может быть известно мы не по крайней мере не знаем сделан он у нас стабильно где в чехии там написано да тут обязательно отличительная черта дайкина это обязательно указано внутренними и вне блоки где они делаются чех republic чешская чешский завод это самый современный завод у дайкина в европе да там напоминаем там минимум три завода в турции есть в бельгии завод и в чехии в чехии самый современный самый роботизированный завод очень крутой по коробке наверно все да в бельгии тоже хороший но в бельге он самый-самый-самый 1 1 до давайте перейдем уже внутрянки открываем погнали да ну вот мы распаковали наш внутренний блок сразу с первого взгляда видно что это премиал к очень красиво очень круто хочется надеть перчатки потому что вот даже вот трогать прямо вот так вот бой за такой же пластик как в ftxb очень бы отметить очень крутой что в тексте уже другой пластик он еще дороже даже здесь видно что это круто здесь даже здесь видно круто все как как мы любим да вот эту часть все летает до монолитная часть панельки она мы всегда отмечаем такая же шершавенькая прям но он немного матом да он немного матом отдает соответственно очень цветовосприятие конечно сложно у всех разные но для меня это больше мат чем глянец на матом а точно да и это такой например если дает пенсионер да у меня немножко до добавляется еще наверное немножко вот так прям так вот выглядит на 100 баллов так скажем сразу скажем небольшой изгиб имеет такой да ну в принципе она прямая дают нос и скос здесь ровная часть ничего в ней такого нет так что по поводу стандартных фильтров они как обычно премиального дайте на очень красивые ровненькие как будто шелковые и очень большие до теплообменник большой у дайкина и фильтр тоже большой да если мы уже заговорили про теплообменник сразу стоит отметить специальная к специальную конструкцию вентилятора да он сделан специально таким образом чтобы создавать меньше шумовые характеристики и шум у двадцатки от 20 децибел то есть это очень тихо если мы заговорили про фильтры да надо тогда что отметить надо отметить какие-то титановые апатитовый фильтр это на апатитовый фильтр до 2 2 2 2 вставки которые вставляются да они просто залили вставляется вот 2 2 по них прям платформы не фильтрах прямо здесь на корпусе здесь и здесь и все вставляется и где фильтр то вот так он остается вставляется все и он делает свое дело он антибактериальный самовосстанавливаемый то есть его помыли потом сколько на солнышке до несколько месяцев он поработал помыли нас положили на подоконнике вот так бросили он подсох и на солнце вот идет он сам восстанавливаться такая структура этого фильтра против вирусов формальдегидов запахов возможно и другой других всяких гадостей в воздухе которые мы имеем только декона есть таких фильтра больше прямо такого качества нет ни у кого что еще воздухораспределение потока но на весь крутой этом какой по горизонтали понятно она осуществляется с в режиме свинг сейчас покажу тебе а какая жалюзина а по горизонтали да вот по горизонтали здесь обычная трехпозиционная скорее всего много позиционные ручную вручную человек может выставить направление до слева направо 2 2 блока один блок второй блок а сверху вниз сверху вниз обычную стандартно с приводом но жалюзина жалюзина какая-то у него два часа сейчас я поверну покажу тебе во первых она вот такой форуме имеет как такое загнутая овальная до года плюс меня насечки специально это все сделано для крутого воздушного потока вот посмотрим до большая об 3 потолка что она изогнута и вы сразу не видно я не сразу заметил что она изогнута есть такой прикольный изгиб не какой-то необычный да у данной модели есть функция так называемого воздушного потока против сквозняков чтобы не создавать сквозняки то есть активируется специальной кнопкой возможно жалюзи имеет прямую к этому отношения конечно скорее всего невозможно скорее всего так и есть то есть создавать специальный воздушный поток который будет обходить человека чтобы не создавать просто вверх и него как-то холод подбрасывать что напрямую не дует чертов не в лицо там никуда это очень крутая функция потому что все боятся что их продают здесь можно сказать что этого не будет что по поводу теплообменников что здесь в принципе обменник у дайкина всегда отлично он не bluefin как у многих китайских кондиционеров но у нее свое покрытие это запатентованы дайкиновский теплообменник крутейший про него просто супер крутой теплообменники я бы заметил штуку на крышке но можно еще что сказать что крутые теплообменники это не просто как бы крутые да то есть энергоэффективно это значит в первую очередь энергоэффективные не засоряемы то есть у нее сам покрытие есть такие там бог на нем бактерии не размножаются вот это крутой теплообменник самое главное сколько человек потратил рублей и сколько он получил взамен холода 7 месяц в неделю в год вот этот называется энергоэффективность здесь есть даже видно да вот здесь даже есть проклейка для того чтобы минимум шума передавалась чтобы не было ваше реврации до чтобы вот даже специальная проклейка вот вместе стыка панельки и корпус основного корпуса что по поводу функционала закрывать как а мы уже отмечали что он на ты на 3 сторон фреон и должен за вода в завище защелкивать не нужно подожди раз о как дверь у хорошего автомобиля ну я видел как уроустрой закрывается как-то не очень тут хорошо все по поводу 32 фреона что он дает потребителю ну во-первых равно фреон который безопасен для окружающей среды он очень простой и его можно дозаправлять без проблем он одна одна состоит из одного компонента которую очень легко заправлять этот просто новый современный просто новый современный фреон добавляет энергоэффективности в принципе неизбежный переход потому что в европе очень высокие экологические нормы поэтому все кондиционеры отдайте нам будут на ресторан фреоне дальше онлайн-контроллер онлайн-контроллер опция здесь его нет соответственно отдельно покупается адаптер который вставляется скачивается приложение и управляется через вайфай управу через вайфай через приложение можно включить выключить посмотреть параметры и следить за работой кондиционера у нас по практике почему-то очень мало людей вот заказывать такую штуку может быть не знает потому что на ftxb она поддерживается контроллер нет на ftxb контроллер не поставляется он идет только здесь 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 он здесь его можно установить можно перейдем перейдем уже тогда к пульту как по-прежнему любимый крючок крючок свободное время можно на его вешать пальто все постепенно переходит до на минимально очень маленький очень нужно вот этот стакан большой были новой емкий да просто когда пульта нет стакане он смотрится на стене какой-то непонятно что тут крючочек такой раз не пульт ну пульт отличается других дайкенов он глянцевые это кому как нравится я не знаю и остальных он матовый и обработан специальным составом антибактериальным чтобы бактерии бактерии в руках называть что от сергей николаевича бактерии ко мне не передались меня к нему не прям дохнут на руках не ну обычный пульт узкий но в принципе удобный по мне вот матовые лучше мне больше нравился но кому как кому-то глянцев больше нравится подсветки здесь нет нет подсветки да что стоит отметить стоит отметить что основные функции вынесены что видно видно что здесь специальная выемка как будто для слабо слабо видящих обычно текст вынесен здесь вот такая маленькая выемка то есть вокруг нее вынесены все основные функции это охлаждение работа на обогрев осушение и просто вентилятор внутреннего блока некоторые не знают разницу между осушением да и работы на холод осушение это когда нужно понизить влажность но не понизить температуру холодную соответственно с понижением температуры авто отдельно вынесены включение выключение кондиционера регулировка температуры или горов к скорости вращения вентилятора отдельной кнопкой вынесен экономичный режим что позволяет слизить энергопотребление блока режим как раз про который мы говорили комфорт то есть воздушный комфортный поток воздуха чтобы не было сквозняков режим power full это чтобы максимально быстро сам охладить помещение и режим swing то есть качение жалюзи ну и соответственно таймер здесь таймер здесь двадцати четырех часовой то есть не недельный всего лишь на 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 сутки поэтому по пульту все авторежим присутствует все все удобно и небольшой пульт в руки лежит хорошо а поэтому все очень удобно и комфортно ну хотелось бы посмотреть еще внешний блок от него конечно есть нас внешний блок конечно я сейчас мы основные фишки дальше который добавляет стоимость это уже имеет отношение как раз наружнему блоку мы про них как раз сейчас расскажем а и мы кстати у нас на обзоре сам маленькая модель это модель ftx п 20 до 20 л 20 но у него максимальная мощность до у любого дайкина у него максимальная мощность всегда больше чем заявленных 20 до а в пике он может выдавать не 2 киловатта а 2 и 6 даже даже сказал бы даже да да больше практически до 3 киловатт тому около этого документация 2 и 6 и при этом потребляет он если берем как 2 киловатта да он работает у нас стандартным так скажем ламинальной мощности он потребляет 500 ватт если он работает в режиме powerful в пике вот где 2 и 6 киловатта то он потребляет порядка 700 ватт это очень какая энергия то есть 33 раза нас точно здесь а плюс плюс а плюс плюс это очень высокая классная эффективность практически очень близко криминал криминала к максималке переходим к наружке вот наш наружный блок большой он большой до что мы видим опять по маркировкам мы видим что он сделан в чехии ну как обычно как на всех маркировках да и мы видим даже по коробке что он здорово весит более 30 килограммов и мы видим что он большой более 31 килограмма поэтому круто но реально здорово много всего поэтому это класс энергоэффективности а плюс плюс карина у нее решетка большая решетка да это наверное для того чтобы создавать меньше шумовые характеристики больше больше по-другому я здесь есть функция это просто какой-то гигант до уменьшения шума наружного блока поэтому он и так достаточно тихий слушай ну я первый раз вижу такого в наружный блок самом деле на то она и новинка удивил дайкин мягко говоря да вот видите как выступает решетка такого еще не было мы такого еще не видели чтобы на наружных блоков было именно такой конструкции решетка прям пылесос промыть промышленная то есть не громадный громадный вообще и кстати корпус у него металл металл а вот это боковина пластика на и она всегда до меня лава здесь пластик тоже да вот этот пластик да ну уже сзади блюфин идет теплообменника да про технологии покраски мы смотрели мы уже очень подробно рассказывали в других блоков поэтому давайте просто отметим что ну как у всех премиальных вы вообще у любого любого дайкина сборка вообще просто на пятерку опять же премиальные болты до соответственно все крепление на пятерку покраска мужик мы же тоже это отмечали что это специальная технология без космическая может зарезать без ущерба экологии все красками не грамма краски не теряется она вся собирается и снова перерабатывается и получать вот такой много красота поэтому наружные блоки такого серого цвета ним тоже немного матово а эта крышка для монтажников и старая здесь конечно у дайкина с этим проблем никогда не было вдруг соответственно мы видим гигант что ножка до большая крутая эффективная давайте заглянем внутрь и посмотрим что там внутри а вот здесь написано прям вот отличать можно r30 инвертор r32 погнали погнали ну что откроем наш блок посмотрим что там внутри а я покажу крышку такая на толстая не было у нас такой вот прям о да вот проклейка всегда было но здесь получается достаточно большой толстый слой до который полностью утапливается вовнутрь и полностью перекрывает всю границу для доступа будут все качественно по сути-то какой мощный теплообменник парнике я смотрю он вообще громадный ну мы отмечаем что ты блок что он до что это двадцатка во первых она изначально громадная еще двухрядный теплообменник и он просто мощный толстенный там и сейчас покажем где некоторые производители экономят из поднебесной экономят да здесь ярко увидим сейчас мы переднюю панель снимем не просто двое он просто крутой вот вот тут смотри дворе два ряда просто полноценных дворят теплообменник вот здесь видно явно кого первых дам и калачи сделано мы недавно вскрывали кондиционер из поднебесной здесь видно как часто идут медные трубочки а а там мало того что ламели имеют направляющие дырочки под теплообменник под трубочки но они уходят через одну то есть вот так а что это значит это значит эффективность просто в два раза меньше медные трубки в два раза меньше скорость охлаждения в два раза меньше то были даже больше чем да тут даже здесь просто но вот видно что до 5 сантиметров толщина просто толщина теплом еще него таких то чтобы вот настолько были двухрядные но не настолько толстая то есть это значит очень круто класс энергоэффективности просто бомба и просто очень надо орга самый дорогой взять посмотреть что же у его там вообще это мы обязательно сделаем обязательно сравним да здесь по этой части мы всегда смотрим теплообменник мы видим что он большой огромный ламели и очень много алюминиевых до соответственно эффективность его большая он загнутый он высокий вентилятор тут понятно там вентилятор обычная какой как всегда они тут не декорский вентилятор крутой остается ну не так это и японские крутой фирмы делают японские вентиляторы японская крутая фирма которая занимается только вентиляторами и делает вентиляторы для для всех и даже включая жесткие диски то есть это самая крутая контора но вот такой вентилятор мотор такой мало все кто может позволить поставить так как это премиалка здесь он стоит что у нас по компрессору ну тут шуба она другая она никак на ftxb если на ftxb у нас было дубленка там был да здесь да здесь такая шубка там прям был прошитый дубляж такой да тут валенок другая вот все она она по-другому сделано она сделана как вот раньше вот эти такие веревочки потому что это ручная сборка может японец какой специально прилетает в чехию сидит отдельно собирает чешский парень там наматывает загогулины не ну тут надо разбирать надо взять небольшую паузу я тут не размотаю кстати на стоит отметить что на заводе в чехии нет мигрантов как некоторые думают что работают одни мигранты реально работ хорошие зарплаты и соответственно работают миши чехи чехи работают местные да и ему там очень нравится очень комфортная обстановка и они очень довольны своей работой давайте возьмем паузу да просто большая шуба потому что я так июня а вот там дубляж так дальше есть в принципе вот она можно открыть да и дальше вот идет еще дубляж вот так ну надо это да но сейчас развернуть ну что будем завершать да что у нас там по компрессору что по компрессору по компрессору а что-то может быть по компрессору компрессор дайкина или не дайте нет блин китайцы не ну мало ли мы же видели бывают и за сторонние производить не бывает у родного дайкина нам нужно в этом убедиться ну сейчас покажет здесь вот мы можем посмотреть что это дайкин саму надпись это тоже не вижу я вижу логотип дайте носки мы раз покажем на камеру видно что дайте не видно модель потому что там шильдик весь немножко развернут в эту сторону конечно можем под разобрать но смысла не имеет потому что в таких даже не даже меньше классом бы были дайкина здесь навряд ли будет дайкин и он это крутой новые ротер свинг компрессор это не хухры мухры это очень мощная штука очень технологичная значит шумоизоляция здесь она никак в txb на другом исполнении она но она войлочная меньше шумит шум и минимальный шум передать через нее как валенки такие а двойная она здесь два два в данном случае она еще и прорезиненная то есть внутри внутри да она да она оклеена 2 2 войлоком то есть это очень круто крутая шумоизоляция что когда мы видим такие наружные блоки мы понимаем что это не просто энергоэффективность это и забота о соседях дать это тихие наружные блоки которые не передают огромное количество вибрации не на фасад на это очень часто люди говорят там мне с мои соседи жалуются что мой кондиционер шумит сделайте что-нибудь а что сделать вы просто изначально купили не то что нужно купить кондиционер который стоит в три раза дороже и у вас ни один сосед ваш не пожалуется что он на что-то слышит какие-то звуки вот этот кондиционер никогда не услышит не вы его не услышите за открытым и даже если открытое окно он еле-еле шестеть до сети более ничего не слышит то есть это добивается с очень качественной сборкой специальными технологиями хорошими дорогими вентиляторами хорошим теплообменником хорошим компрессором виброопорами и сборкой то есть толстым металлом и все очень прикреп проклеена и собрана то здесь стандартно здесь плата здесь радиатор там компрессор компрессор большой компрессор достаточно большой он такой толстенький да здесь видно живут сколько здесь наличие количество труб да как все это сделано но если мы смотрим китайцы разбираем там одна-две трубы просто 1 1 1 там как бы там место столько что можно еще один компрессор поставить то здесь уже все технологично напихано кучу всяких там завитков но она все сделала очень достаточно крут фильтра вот стоят впаянные то есть этого в китайцах нет фильтров потому что зачем наружные блоки да да здесь есть фильтра все круто то есть если нам сейчас подытожить внутренний блок и наружный блок он стоит таких денег я бы сказал что внутренние не сильно отличается от ftxb я тоже бы сказал что чисто с точки зрения функционала из дизайна они очень похожи примерно похожи немножко отличается в дизайн дизайн панели немножко другой да очень рядом скорее всего вся экономия она здесь до наружный блок ну во-первых там 40 здесь 32 фреон ну пока он еще 32 идут техника дороже но потом это все сравняется ну да ну здесь теплообменника конечно массивник гораздо круче именно за этого за счет этого и достигается такой класс высокий класс энергоэффективности поэтому что говорит стоит на он стоит на получается на 30 тысяч дороже да тот 40 это 70 ну да пока розницы нет напоминаем но мы думаем что он должен в районе там 70 с копейками стоит там до 80 тысяч рублей это точно но разница большая если мы смотрим на наружку я сказал бы что цена обоснованная то есть серия реально смотря на наружный блок я до этого его не видел я просто смотрю на такое огромное количество меди он толстый тяжелый давать теплообменник просто но это все да ну здесь конечно есть если это еще двадцатка если взять его взвесить и посмотреть количество медных трубах которые здесь я думаю собратьев из поднебесной этого хватит на чуть ли не на 24 кондиционер это сто процентов на две семерочки даже на три скорее всего еще и за даже останется поэтому здесь много расходника именно за это вы платите не просто за расходник а за отсутствие головной боли что у нас будет эффективно охлаждать при 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 элементарной нагрузке даже если летом аномальная жара или очень много народу соберется в комнате то этот кондиционер без проблем будет работать да если китаец при 35 градусов уже начинает дыхать он уже не выдает кпд свой никакой то такие конечно кондиционеры такие толстенные без разницы какая температура на улице он будет работать при любой да и не и самое главное не на износ мне кажется вечно вообще доставил поэтому если подытожить я думаю что ценник оправдан ну не не все могут его позволить конечно же потому что 70 тысяч до или около этого это не дешево но кто может позволить конечно ну вообще как бы люди могут и позволь дорогие вещи я думаю есть если они которые которые понимают за что они платят если вы разделите на количество лет которые кондиционер проработает эта разница просто нивелируется iphone стоит дороже почему айфон могут люди себе позволить а хорош кондиционер они считают что они сэкономят айфона айфона ничего на iphone почти 100000 да то есть они поменяют iphone через два года через год мало того за не поменяют у них дыхнет батарейки они выгодят его в мусорку или разобьют его два раза поменяют экран или три отдадут по 10 тысяч рублей то есть заплатят еще пол и такого кондиционера но кондиционер хорошие они почему-то не поводу да поэтому не экономьте на себе не экономьте на своих близких этот кондиционер свои деньги оправдывает поэтому дальше мы будем смотреть еще более дорогие будем сравнивать с этим и посмотрим в чем разница подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчик все ссылки в описании до ссылки в описании до новых встреч а